Зацветает он где-то в июле и цветет до начала августа. Он обладает очень мощными фетанцидными свойствами. Вы можете, посадив его, сделать из него живой изгры. Я приветствую всех на нашем канале. Я хочу сегодня вас познакомить, представить вот такого очаровательного мужчину. Это рябинник, рябинолистный Сэм. Удивительно красивый кустарник, который может очень красиво и качественно озеленить в любую территорию. Вы посмотрите, какой он роскошный, большой. И самое интересное, что когда наступает весна, рябинолистник становится вот таким вот красным. Кончики листьев у него становятся красным. Это зрелище очень красивое. То есть весь кустарник с красными кончиками листьев. Дальше, когда наступает момент бутанизации, образуются вот такие длинные метелки. Я обязательно покажу вам, когда он зацветет. Это тоже очень красивое зрелище. Метелки длиной 20 см. И цветут они фактически целый месяц. То есть зацветает он где-то в июле и цветет до начала августа. Еще при всем при этом это достаточно хороший медонос, потому что метелки имеют специфический запах. Такой немного горьковато-тревожный. Когда наступает осень, весь рябинник становится оранжевого цвета. Зрелище просто потрясающее. Рябинник это кустарник, который очень хорошо переносит стрижку. Вы можете, посадив его, сделать из него живой изгры. Высота его где-то метр, может быть чуть больше в ширину. Он тоже разрастается достаточно быстро. Единственное требование, к чему он, конечно, требователь, он не переносит совершенно засуху. То есть почва должна быть всегда влажная. И кислотность почвы 6,5 и 7. Из вредителей он поражается тлей, паутинным клещиком. Это вот все. Болезни я у него вообще не наблюдала. Вот этому кустарнику 2,5 года. Покупала я его вот таким маленьким отростком. Размножаться он может черенками. Он очень хорошо дает корневую порсль. То есть каждый год я начинаю удалять у него от корня. Очень много разрастается. Но он не захватчик. То есть не будет такого, что он у вас захватит всю территорию. Достаточно хорошо удаляется вот эта вся корневая порсль без всяких проблем. Еще отличительная черта рябинника. Он обладает очень мощными фетанцидными свойствами. То есть посадив на своем участке, вы тем самым оздоровите микроклимата вашего загородного дома или дачного участка. Поэтому я призываю всех выращивать рябинолистный сем, делайте из него живые в изгороде и украшайте свой участок. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!